Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать сегодня в нашем научно-познавательном центре «Заповедное посольство Парка Зарядья». И рады вас приветствовать на нашем совместном проекте с проститическим проектом «Курилка Гутернберга» Роман Переборщиков, автор проекта. Мы все их очень благодарим за возможность нашего сотрудничества и за взаимодействие с замечательными лекторами и авторами коллекции. Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать сегодня в нашем научно-познавательном центре. Накладочка. И я бы хотел в самом начале сказать, что в заповедном посольстве проходят не только лекции, но также проходят и замечательные мастер-классы, практикумы для людей, интересующихся прежде всего биологическими науками. И практикумы эти направлены на такие интересные и передовые тематики, как генетика, биотехнология, медицина, медицинская генетика и так далее. Так что мы вас всех приглашаем на наши занятия, на наши лекции. Следите, пожалуйста, за расписаниями. И сегодня я хочу представить лектора сегодняшнего нашего мероприятия, Анна Мороз, аспирант, научный сотрудник центра неврологии. Пожалуйста, вам слово. Всем добрый вечер. Спасибо за представление. Нормально там? Видно? Еще раз представлюсь. Меня зовут Аня. Я врач-невролог, работаю в отделении нейрогенетики. Я не генетик, но, скажем так, это мое хобби по долгу службы. И сегодня я хочу рассказать вот такую лекцию, вам представить генетика в повседневной жизни и в конце немножечко про генетику в медицине. Почему я решила представить такой материал? Такая преамбла. Я выросла в филологической семье. У меня во многих поколениях все историки, филологи, сплошные гуманитарии, не считая дедушки по материнской линии, который был доктором физико-технологических наук. И, собственно, когда пошли дети в моей семье, никто не сомневался, что мы пойдем по стопам родителей. И старшая сестра успешно поступила на филологический факультет МГУ. Когда я сказала, что я пойду во врачи, в общем-то, все сказали, что в семье не без урода, и на этом все закончилось. Но вот, учитывая, что я росла в такой среде, у меня создалось впечатление, что люди, которые тесно не общаются с биологией, с медициной, они вообще не имеют представления о том, что такое генетика, что всем кажется, что это, не знаю, человек-амфибия, трехглазая рыба, выловленная из Москвы, реки овечка-доли и так далее. Но на самом деле это все не так. Генетика — это то, что было с нами с момента возникновения жизни на нашей планете. Сейчас я немножко расскажу, как это все работает, а потом мы с вами будем немножечко разрушать мифы, которые сегодня существуют вокруг разных генетических и парагенетических явлений. Поехали. Как гласит ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения и генетика, это наука о закономерностях изменчивости и наследственности, где наследственность — это способность организма получать схожие черты с родителями, а изменчивость — наоборот, это способность организма как-то изменяться и приобретать какие-то новые признаки, свои собственные. На самом деле на каком-то интуитивном уровне эти вещи были известны очень-очень давно. Вот тут я привела картиночку вавилонской табличке. Были найдены таблицы, на которых написано, как грамотно правильно разводить растения и животных, чтобы они были более плодородными, более сытными и так далее. То же самое было в Древнем Египте. И были находки всяких там папирусов, на которых были какие-то похожие на селекцию отметки. То есть на интуитивном уровне люди всегда понимали, что из сухих мелких семян не вырастет хорошая рожь, у какой-нибудь худой коровы не родится несистый теленок и так далее. Но, конечно, настоящее рождение генетики, генетики как науки, связано с именем Менделя. Мендель жил в XIX веке. Он был мальчиком в семье, где было очень много детей. Это была бедная семья. Он не мог получить нормального образования, но он с детства увлекался ботаникой. Он там что-то рисовал, пока помогал родителям, сельским хозяйством. Наблюдал, окончил шесть классов, больше не смогли ему дать образование. Он пошел, постригся в монахи, ушел в монастырь, который находился на территории современного Брно в Чехии. И там, видимо, он больше пошел туда, как с какой-то тягой к знаниям, потому что там были библиотеки хорошие. И, став такой самоучкой, получив много-много всяких интересных, полезных знаний, он решил, что он станет преподавателем и будет учить детей биологии. Но экзамен по биологии в течение десяти лет он так и не смог сдать. То есть он сдавал, сдавал, сдавал и всегда заваливал. Несмотря на это, он решил, что он будет заниматься ботаникой, потому что это ему очень близкие вещи. В монастырском саду было очень много разного цветного горошка, за которым, собственно, Мендель наблюдал и сделал открытие, про которое, наверное, все помнят со школьных времен. Вот если скрестить горошек, то получатся всякие разные интересные у него потомки. Собственно, Мендель сформулировал три закона основных, на которых строится вся классическая генетика. Не вдаваясь в подробности, он описал, как признаки от родителей комбинируются у потомства. Мендель очень повезло, что он выбрал именно такой объект для своего опыта, именно цветной горошек. Наверное, такая ирония судьбы. Наверное, с Божьей помощью он открыл генетику, потому что возьмем любой другой объект, у него бы не получилось такого красивого распределения, просто потому что горошек очень просто устроен генетически. Он взял желтый горошек и зеленый, и в первом поколении получил все горошки зеленые, а потом их скрестил еще раз и получил вот такое интересное распределение. И описал основные законы генетики. В 1865 году он опубликовал вот такие ферзухи, нуберфлансингибриды, наблюдения за растительными гибридами. До сих пор, вот я здесь привела с озона снимок экрана, и до сих пор эту книжку можно купить, она переведена на все языки мира, продается. В общем, авторитет Менделя на сегодняшний день никаких сомнений не вызывает. Но попробовав повторить свои эксперименты уже после того, как он опубликовал первый этап исследования на других объектах, это были астры и пчелы, у него ничего не получилось. Мендель расстроился, его посвятили в аббат, и он забросил биологию, науку в целом и, в общем, посвятил себя духовной жизни. На самом деле это не значит, что его законы были неверны. Просто пчелы, например, это уже достаточно высоко организованные, сложно устроенные с генетической точки зрения объекты, у них аж 16 пар хромосом, почти как у человека, можно сказать. И у них есть другие факторы, которые маскируют эти законы. Но авторитет Менделя, как я говорила, он непреклонен, то есть до сих пор вот там в Броду стоит памятник Менделю, существует институт сельского хозяйства имени Менделя. И Мендель, по-боественному, считается отцом генетики. Следующей вехой в развитии генетики было открытие Фридриха Мишера, также в конце 19 века он открыл ДНК. Мы сейчас говорим не про эту вот красивую двуспиральную цепочечку, которая везде там фигурирует у нас на слайдах и на составках, а именно наличие какого-то вещества, которое обуславливает передачу факторов, признаков из поколения в поколение. Он тогда называл это еще не ДНК, а нуклеин, то есть это был какой-то комочек, какая-то часть клеточки, которая находится в ядре. И вот Мишеру удалось показать, что этот комочек, нуклеин, он передается от родителей к детям и несет в себе наследственную информацию. Далее, 10 годами примерно позже, Хьюго де Фрис сформулировал теорию мутации, мутационную теорию. Можно считать, что вот с этого момента возник термин мутация, и тогда он не нес в себе никакого плохого смысла. Это сегодня мы все боимся мутации, что это что-то страшное с нами случится. Нет. Мутация — это нормальное явление, которое происходит в каждом организме, в нас во всех сейчас и будет происходить до конца жизни. Что он смог доказать? Что мутация — это ступень эволюции. Что если бы не было мутации, не было бы эволюции. Что мутации, возникнув однажды в поколении у какой-то особи, они уже будут наблюдаться у всех его потомков. Дальше, у детей, внуков и так далее. Он показал, что мутации бывают как вредными, так и полезными. Это просто явление, и нельзя рассматривать его как что-то плохое и опасное. И только, наверное, в 1920 году, потом уже основываясь на этих исследованиях, наш знаменитый Вавилов уже сформировал полноценную теорию эволюции. Но предпосылки были тогда. Теперь перейдем уже к следующей эре в генетике. Это не какие-то такие законы, это именно ДНК. Наверное, все знают, что структуру двойной спирали ДНК открыли Уотсон и Крик, они получили за это Нобелевскую премию. Вот Уотсон, средний портрет, он до сих пор жив, он приезжал к нам в МГУ, я даже с ним здоровалась за руку. Но на самом деле их было четверо. Был еще Моррис Уилкинс, также британский ученый, и Розалин Франклин, британский биофизик и рентгенограф. Но почему-то про них никто не знает. Уотсон, он американец, в 23 года он приехал в Кембридж стажироваться, познакомился с этими двумя товарищами, они вели бурную жизнь. Но при этом им было очень интересно изучить структуру ДНК, потому что тогда это был такой бум, и все говорили только об этом. Им не хватало технологической какой-то поддержки. Они обратились к биофизику Розалин Франклин, которая, собственно, смогла сделать снимки этой спирали. Она занималась рентгенографией, и она делала такой взвеськи, сели с ДНК, фрагментировала ее, фотографировала, и получила вот эту красивую картинку, которую сейчас знают все. Но, к сожалению, она погибла от онкологии, вероятно, вот ее работы с рентгеном спровоцировали у нее тоже какой-то мутагенез, и она не дожила 4 года до вручения премии. А в 1962 году вот этим трех господам была дана Нобелевская премия за, собственно, открытие структуры ДНК. И, собственно, благодаря их открытию был открыт, создан, сформулирован генетический код. Генетический код — это то, что объясняет, как, в принципе, вообще работает все живое. Это универсальный способ записи информации, который есть вообще у всех живых. У амебы, у инфузории туфельки, у кошелота, у, я не знаю, у карпа, у человека, у всех. И у всех он одинаковый. То, что несет генетическую информацию, ДНК, вот эта вот спиралька, она состоит из четырех структурных единиц. Все, больше там нету ничего. Ну, то есть есть, конечно, то, что ее там компактно упаковывают, фиксируют и так далее, но вот именно генетическая информация содержится вот в этих четырех кирпичиках, четырех нуклеотидах — аденин, гуанин, цитозин и тимин, которые в различной последовательности располагаются в ДНК на одной цепи и на другой. И вот они как бы внутрь уходят, и водородными связями держатся друг за друга, и держат эти две спиральки ДНК. Все, это генетический код. Вот так закодирована информация обо всем, что есть на свете. О размере клетки, о цвете глаз вашего будущего ребенка, о темпераменте вашей свекрови, о чем угодно. Это все закодировано вот здесь. Но как это трансформировать в жизнь? То есть живой человек — это очень сложная, не человек, любой организм, это очень сложная структура. Она состоит из белков. Белки бывают разные, там белки структурные, белки сигнальные, белки ферменты. Но это все белки, все, что у нас есть, это белки. Белки состоят из аминокислот. Это их структурная единица. Так вот, генетический код — это соответствие аминокислот вот этим, ой-ой-ой, пардон, вот этим вот кирпичиком, четырем. Есть четыре кирпичика и двадцать аминокислот. Соответственно, должна быть разная комбинация этих трех буковок, чтобы перекрыть все аминокислоты. Итого, в природе существует 64, 4 в кубе, вот этих вот комбинаций из трех букв. Каждая комбинация уникальна, и она соответствует какой-нибудь аминокислоте. Ну, соответственно, их 64 аминокислот 20, то есть на каждую аминокислоту приходится больше, чем один кодон. Вот на какую-то там аминокислоту, на лицин приходится 4 разных кодона, на пролин 4, на гестиедин приходится 2. Это нужно для чего? Это такой защитный способ, господи, неважно, защита организма от мутации. Если вдруг произойдет какая-то поломка, какая-то буковка заменится на другую, то велика вероятность того, что аминокислота не изменится, и белок останется неизменным. Но об этом чуть позже. Сейчас я хочу показать, насколько это все фантастически просто и в то же время гениально устроено. 4 буквы, 20 аминокислот, все. Это все живое, что есть на сегодняшний день. Как происходит этот синтез белка? Как из нуклеотидов строится белок? ДНК находится в ядре, мы это знаем. ДНК – это двухцепочечная спираль. Например, нам нужно синтезировать слоочно какой-нибудь белок. Мы же съели что-нибудь вкусное, у нас не хватает ферментов ротовой полости, чтобы это переварить или где-то еще в кишечнике. Нам нужно синтезировать срочно новый фермент пищеварительный. Или мы пошли в качалку и позанимались, и у нас начинает расти мышечная ткань. Нужно срочно построить новый актин и миозин. Тогда ДНК в той области, где она кодирует необходимый белок, раскручивается, и образуется одна цепочечка. Вокруг ДНК в ядре плавают вот эти четыре буковки в различных комбинациях. И они, когда ДНК раскручивается при помощи всяких вспомогательных средств, выстраиваются в точную копию, только из одной цепи. Это называется РНК. Дальше РНК из ядра выходит в саму клетку уже, а тут в клетке плавают аминокислоты. На РНК садится вот такой поезд, который как по рельсам по ней ездит. Это рибосома. Рибосома, как собачка на молнии, состыковывает вот эти три буковки с нужной аминокислотой. То есть она садится на три буквы, а дальше аминокислоты, которые плавают вокруг, они начинают по очереди сюда подходить. И когда та, которая соответствует этим буковкам, сюда садится, рибосома делает шаг. И у нас уже есть первая аминокислота в белке. Итак, рибосома шагает, и мы получаем белок. Все, это весь синтез белка. Тогда вот в 50-е годы это было таким неимоверным открытием, это было так круто, это открывало такие горизонты, об этом шумел весь мир. Вот Ватсон и Крик и еще несколько привилегированных ученых, а именно 20, создали RNA Thai Club в Кембридже. У каждого был галстук, который соответствует определенной аминокислоте. Вот тут я не смогла найти фотографию их всех. Вот это Крик, он был тирозином. Это Ватсон, он был пралином. Они вообще шутники были, настоящий британский юмор, потому что у каждой аминокислоты своя разная пространственная структура, она по-разному двигается и по-разному заряжена, и они подбирали аминокислоту в соответствии со своим темпераментом. Вот у них был такой тонкий британский юмор. Так, теперь что такое мутация? Мутация, так же, как дает ВОЗ определение, это стойкое изменение генотипа, которое происходит под влиянием внешней или внутренней среды. Говоря простыми словами, это какое-то нарушение в последовательности генетического материала. На самом деле мутаций их бывает много, они могут затрагивать не только последовательность этих буквок, они могут затрагивать и целую хромосому. Например, синдром Дауна — это трисомия по 21 паре хромосом. То есть если в норме у нас всех хромосом 2, тут становится 3. Но самые частые мутации, повсеместно встречающиеся, это именно мутации генные, которые затрагивают именно последовательность нуклеотидов в ДНК, последовательность вот этих буквок. Может быть замена одной буквы на другую, может быть выпадение буквы, может быть вставка буквы или нескольких букв. Но это ведет к чему? Это ведет к тому, что рибосома, когда скачет по РНК, она не может подобрать нужные аминокислоты вот этим трем буковкам. И в итоге белок либо не синтезируется вовсе, либо синтезируется неправильно, не те аминокислоты, и не всегда даже вот эти лишние кадоны, которые есть для аминокислоты, не всегда так удачно происходит мутация, что мы получаем ту же аминокислоту. В итоге получается плохой белок, он не выполняет свою функцию, он сворачивается в клубочек, разрывает клетку изнутри. И в итоге отсюда все проблемы. Но на самом деле мутация — это и неплохо, и нехорошо. Это просто обычное явление, которое есть у всех. Если бы не было мутации, не было бы эволюции, не было бы нас с вами. Просто как это происходит? У каждого потомка по сравнению с родителями есть энное количество мутаций. Зачастую они незаметные. Чуть реже они бывают плохими, и крайне редко они бывают хорошими. Вот так получилось, что когда-то кто-то получил такую удачную мутацию, что, например, вышел из воды на сушу и прижился, и так далее. Это вот нам помогает ответить на вопрос, что было первым — курица или яйцо. Конечно, первым было яйцо. Просто оно было не куриное, а ящерица. Но и просто из него родилась курица, потому что у нее была такая мутация, что у нее появились крылья. Ну, я утрирую, но, в общем, это работает так. Когда вот это все стало известно, когда это все хорошо изучили, строение, синтез, мутации, естественно, стали думать, как это можно применить на пользу, на благо человечества. И в 90-м году под руководством Водсона, того самого, который, собственно, открыл структуру ДНК, был запущен проект под названием «Геном человека». Это крупнейший проект, который планировалось, что он будет длиться 15 лет, но он не закончился до сих пор. В проекте принимают участие, ну, наверное, все страны, но главным образом это США и Национальный институт здоровья США, как под эгидой этого института проводится вообще все исследование. Это Канада, Япония, Великобритания, Россия очень весомый вклад внесла в развитие этого проекта. Но проект изначально планировал затратить 3 миллиарда долларов, но на самом деле потрачено уже больше, и проект не закончен. В чем заключался проект? Были произведены попытки расшифровать весь геном человека, все гены на всех хромосомах. Для того, чтобы понять, какие гены могут смутировать, какие гены уже смутировали, можем ли мы это как-то починить. Если какие-то гены связаны с заболеванием, попробовать вычленить риски развития этих заболеваний. Также возлагались большие надежды, что получится найти какие-то предвестники алкоголизма, наркомании и маниакально-депрессивного синдрома. Фармфирмы рассчитывали очень на это исследование, потому что, ну это давно известно, что, например, некоторые люди хорошо отвечают на какой-то препарат лекарственный, а некоторые нет. Почему? Потому что у них разный набор рецепторов, на которые действует препарат. И возлагались очень большие надежды в плане того, что получится подбирать персонализированный подход к конкретному пациенту, к конкретному заболеванию. Надеялись, что получится сделать такой генетический паспорт для человека. Если мы имеем информацию обо всех генах, то нам достаточно получить любой биологический материал от человека, капелька крови, волос, ноготь, какой-то соскоб с кожи, все что угодно. Взять любую клеточку, в которой есть ДНК, а ДНК есть почти во всех клеточках, и узнать все об этом пациенте. Когда он заболеет, чем он заболеет, какой он будет в старости, ну все что угодно. Но, к сожалению, это все оказалось не так, потому что по мере хода этого исследования выяснилось, что не больше 5% нашего генетического материала кодируют белки. А для чего нужно все остальное, никто до сих пор точно сказать не может. Очень много генов, которые молчат. Возможно, это какие-то стресс-гены, которые включаются в каких-то суперэкстренных ситуациях, чтобы компенсировать как-то гибель иных генов. Естественно, много участков ДНК, которые выполняют чисто структурную функцию и ничего не кодируют. Но до сих пор неизвестно, что делает такой огромный процент генетического материала, огромный кусок этих хромосом, который не несет никакой информации. Они условно называются пока что мусорной ДНК, но, естественно, проводились тут же попытки вырезать у мышей, например, эти участки и посмотреть, как они будут жить без них. И не жили они, все получалось плохо, поэтому, видимо, какая-то функция есть, но какая пока неизвестна. Более того, очень стали опасаться вот такого, наверное, многие из вас знают, такой фильм «Гатка», такой антиутопический фильм о том, как пытались зачинать людей в пробирках и в зависимости от этого сразу исключать у них риски всех заболеваний, определять, с кем они будут работать, насколько успешно они будут в таком-то виде спорта и так далее. Я специально эту афишу сюда вывесила, это не реклама фильма, просто я никогда не знала, как он называется на английском, а вот готовя эту лекцию, я поняла, что это на самом деле вот эти самые нуклеотиды, которые формируют ДНК, Г, А, Т и Ц. То есть хорошо подошли к подготовке афиши. В общем, суть фильма в том, что происходит такой искусственный отбор. Зная генетический материал людей, мы можем, ну как бы, начинаем осознанно, начинаем кого-то чего-то лишать и кого-то привилегировать. Это неправильно, этого быть не должно. Поэтому проект «Геном человека» еще не закончился, он еще существует, но он считается, в принципе, провальным, потому что колоссальные деньги, колоссальные затраты времени, а выход из него очень маленький. Так, я вкратце рассказала, как это все работает. И теперь давайте разрушать мифы. ГМО. Как, опять-таки, Всемирная организация здравоохранения дает определение. ГМО — это организм, генотип которого искусственно изменен при помощи методов генной инженерии. С оговоркой в некоторых случаях, чего не могло бы произойти в естественных условиях. То есть методами вот этой самой генной инженерии, которые позволяют сейчас это делать, специально вносятся эти мутации, меняется последовательность этих букв, добавляются новые или вынимаются имеющиеся. Для чего? Для того, чтобы объект приобрел какие-то новые свойства. Это работает, ну вот так, чтобы... В применении это работает только на каких-то культурах овощей, на питательных веществах. Для чего? Для того, чтобы было сытнее, вкуснее, чтобы не ел колорадский жук и так далее. Вот, в 70-м году это стало возможно, в 80-м году уже появились продажи эти продукты. Был колоссальный шум, были созданы специальные комиссии вот этим же самым Национальным институтом здоровья США, которые контролировали проведение всех этих экспериментов. И были крупнейшие исследования, которые начали доказывать, что употребление ГМО повышает риск аллергий, абортов, бесплодий, онкологических заболеваний, падения иммунитета. Все, что начало в то время беспокоить население, все списывали на ГМО. Вот это перечень продуктов, в которых действительно встречается ГМО. Если посмотреть, то это фактически все, что мы едим. Соя, она есть везде. Кукуруза, фактически везде. Картофель, томаты, кабачки, свекла, пшеница, везде. Подсолнечное масло даже, рис, морковь, ну то есть везде. Но, наверное, еще не решили создать ГМОшных коров вот так вот на продажу, хотя опыты, конечно, были. Но все фрукты и овощи, которые можно, их все модифицируют. Вот это перечень компаний, которые были обвинены в том, что они употребляют ГМО в своей продукции. То есть все, да, и детское питание, которое проходит миллионы всяких кругов ада, прежде чем быть допущенными на рынок. Макдональдс, естественно, Макдональдс и Кока-Кола. Данон, молочный продукт. Что там ГМОшить? Непонятно. Там Кэдби, Марс, шоколадки всякие. Даже вон наши несчастные мясные производители. Если подумать хорошенько, то тут перечислены те продукты, в которых ГМО быть и не может. Например, Кока-Кола. Там вода, сахар и красители. Где там место ГМО? Это чисто синтетические вещи. То есть вокруг этого такая шумиха была, что это теперь крупный такой маркетинговый ход, чтобы заработать деньги на продуктах, которые якобы не содержат этих ГМО. На самом деле, во-первых, естественно, любой продукт, который несет в себе какой-то измененный геном, он проходит очень много проверок на разных этапах и никогда он не будет выпущен на рынок, если он опасен. Не получено никаких данных, которые бы говорили о том, что ГМО повышает риск онкологии, бесплодия и чего угодно. Давайте разберемся. Вот ГМО. Взяли ДНК картошки. Поменяли тот ген, который привлекает колорадского жука. Картошка стала цвести не белыми цветами, а малиновыми. И на малиновый цветок не летит колорадский жук. Как это повлияет на клубень и на крахмал, который мы едим? Да никак. Мы съедим, и этот крахмал у нас также развалится на те же молекулы глюкозы, которые мы возьмем из обычной картошки. Ровно так же эту глюкозу мы потратим на выработку энергии. Никак, я не знаю, арбуз без косточек не повредит нашему организму. Даже если арбуз с косточками несет в себе мутацию, даже если она, не знаю, предположим, что она вредная, съев мутацию, мы не заразимся этой мутацией, она уйдет в туалет. Мы усвоим из арбуза воду, глюкозу, ну и какие-то там витамины. То есть все, что мы потребляем, оно все у нас в организме разваливается до вот этих маленьких структурных частичек. Аминокислоты, жирные кислоты, глюкоза. Все, мы не съедим эту мутацию, и мы ей не заразимся. А вот чего стоит бояться на самом деле, о чем никто не говорит. Если картошка не ГМОшная, ее литрами поливают пестицидами. А пестициды листвой, соцветиями всасываются и уходят куда? В клубень, потому что клубень — это запас энергии для самой картошки. И мы съедим пестицид. А уже, между прочим, доказано, что частое потребление пестицидов ведет к развитию болезни Паркинсона. Например, мы едим колбасу, в которой якобы содержится ГМОшная сода, соя. Никак нам эта соя не повредит. А вот, например, нитраты и фосфаты повышают риск остеопороза. Если есть колбасу, то можно, в лошадиных дозах, можно добиться остеопороза. Ну и так далее. То есть ко всему надо подходить с головой и не вестись на рекламу. ГМО, говоря общее, это не опасно. Следующее, о чем я хотела бы рассказать, это вирусы. Опять-таки, в моей гуманитарной семье, в старших поколениях, любой насморк принято лечить антибиотиками. Сразу никто не слушает врачей, которые говорят, что этого делать не надо. Сегодня появились всякие орбидолы и кагоцелы, которые научили людей тому, что есть бактерии, а есть вирусы, что антибиотики убивают бактерии, а вирусы убивают противовирусные препараты. Что такое вирус и почему антибиотик тут не нужен? Антибиотик разрушает клеточную стенку бактерий. Бактерия — это живой организм, это клетка, у нее есть стенка. Если мы разрушим эту стенку, бактерия умрет. У вируса нет стенки. Вирус — это не живой организм. Вирус — это генетический материал, ДНК или РНК, о которых мы с вами ранее поговорили, просто заключенный в некую защитную оболочку. Вирус может существовать годами, десятилетиями, столетиями, пока не попадет в живой организм. И только когда он попадает в живой организм, он просыпается и сам становится условно живым. Хотя вирус все равно сам по себе не живой. У него кроме генетического материала ничего нет. Когда вирус попадает в организм человека, то оболочка рушится просто за счет того, что мы начинаем, условно говоря, как наш иммунитет атакует этот вирус. Оболочка рушится и остается только генетический материал вируса. В этом опасность вируса, потому что он воспроизводит свое потомство за счет наших ресурсов. наших ферментов. Вирус встраивает свой генетический материал в наш генетический материал и вносит кучу мутаций и приводит ко всем последствиям, которые дальше мы имеем. То есть ответ на внедрение вируса. То есть вирус — это не клеточный, не живой инфекционный агент. Вирусы. Тут я привела картиночку из школьного учебника. С первого по шестого вируса, который содержит ДНК в качестве генетического материала, нижние два ряда — РНК в качестве генетического материала. Не суть важна. Попав в клетку, вирус начинает за счет наших хозяйских ферментов и питательных веществ воспроизводить свое потомство. Самая гадость, какая существует, — это ретровирус. Вот под цифрой 11, очень красивый. Самый известный представитель ВИЧ. Ретровирус помимо генетического материала содержит фермент обратную транскриптазу, который его генетический материал реально вшивает в генетический материал хозяина. И когда хозяин просто воспроизводит свой генетический материал, он начинает копировать сотни копий вируса. Вот здесь это представлено. И в итоге вирус множится в организме просто в геометрической прогрессии. Вот вирус попал в клетку, вся его оболочка тут же разрушилась, и зашел только генетический материал. И при помощи фермента он бац и подшился к генетическому материалу хозяина. И дальше получается сразу очень много копий вируса. Так работает ВИЧ. Но есть на самом деле ретровирусы и хорошие. Также в ходе вот этого проекта «Геном человека», о котором мы уже с вами поговорили, пришли к еще одному открытию, которое может пугает, может удивляет. На 10% наш геном сейчас современного человека представлен вирусным геномом. Причем вот именно ретровирусов. Просто не таких опасных, как ВИЧ. Например, самый молодой вирус, который был обнаружен в структуре ДНК человека, ему аж 200 тысяч лет. Это вот HERV, это К-113. Он есть у 30% людей. То есть это уже считается не мутацией, это не считается аномалией, это один из вариантов нормы. Это один из вариантов того, как шла эволюция. Это очень интересно, про это мало кто знает. Более того, недавно было доказано, что плацента имеет вирусное происхождение. Плацента, как мы знаем, это такой барьер, который отделяет организм матери от организма ребенка, который питает ребенка через организм матери. Но работает главным образом барьером. Он не дает организму матери сформировать иммунный ответ на ребенка. То есть плацента губит иммунитет. По строению плацента это синцитий. То есть клетки все в ней слились, и в них разрушились клеточные оболочки. Остались только ядер. То есть это одна такая большая взвесь клеточных ядер. Вот именно эти два свойства — образование синцития и способность подавлять иммунитет. Это то, как работает ретровирус. Это то, как работает ВИЧ, например. Но только намного грубее ВИЧ это делает. Это все укладывается в функции белка envelope, которые есть у всех ретровирусов. Дальше были попытки найти какие-то антитела к этим вирусам, и оказалось, что у почти всех беременных, именно у всех женщин в момент беременности, есть антитела к этому вирусу. Вот этому. И как только происходит родость, спустя несколько дней антитела к этому вирусу пропадают. То есть действительно в геноме есть ДНК вируса, который помогает человеку сформировать плаценту. То есть вирусы бывают полезными и хорошими. Пробовали кусочек этого ДНК выключать, и тогда происходят аборты, гистозы, эклампсии, бесплодие и так далее. То есть есть масса доказательств тому, что хорошие вирусы нам помогают. Возможно, именно так произошли плацентарные, потому что изначально млекопитающие были яйцекладущими, а плацента возникла не сразу. И теперь о генной терапии. То есть зная вот такие прекрасные свойства ретровирусов, как возможность встраиваться в геном человека и что-то там менять, естественно, были предприняты попытки использовать это в качестве терапии для того, чтобы лечить генные болезни. Как работает генная терапия? Грубо, на пальцах. Берется какой-то ген. Мы знаем, что он поломан, и мы знаем, что этот ген вызывает вот это заболевание. Мы синтезируем его инвитро. Это возможно сделать на сегодняшний день. И дальше помещаем его внутрь вируса. И этим вирусом заражаем человека. А дальше происходит то, о чем мы только что говорили. И это ДНК встраивается в ДНК человека. И ген, который был дефектным у больного, у пациента, он как бы берет на себя вот эти функции и начинает работать за него. Но это все очень красиво в теории. Это все классно работает инвитро на клеточных культурах и даже на животных. На людях все намного сложнее, к сожалению. Во-первых, ДНК же одинаковая во всех клетках всего организма. Потому что где-то какие-то белки больше синтезируются, где-то меньше. И даже если мы внесем вот этот, грубо говоря, укол, сделаем туда, где дефицит этого гена и этого белка больше всего, это не значит, что в другом месте все гены тоже починятся. Очень высок иммунный ответ у организма. Если мы вводим вот такой препарат, не факт, что этот ген действительно встроится и вживется. Потому что организм с любым чужеродным объектом, естественно, пытается бороться, не понимая, что это какой-то полезный объект. Но такие попытки есть. При помощи генной терапии пробуют вводить гены при недостаточности какой-то, пробуют наоборот подавлять гены, которые гиперэкспрессируются и производят патологический белок. Но что сейчас работает на сегодняшний день, это антисмысловая терапия. Как она работает? В организм вводится маленькая РНК. Мы помним, что РНК – это копия одной из цепочек ДНК. Эта РНК подплывает к ДНК, к тому месту, где она раскручивается. И вот на эту раскрученную цепь ДНК садится и прилипает к ней. И организм думает, что уже есть копия этой ДНК, и что ее не надо копировать. И таким образом синтез вот этого неправильного белка, плохого, он останавливается. На сегодняшний день уже есть энное количество препаратов, которые работают и применяются в практике. В онкологии это очень широко используется, потому что опухоль производит очень много своих белков, ненужных, которые, собственно, и убивают организм. Сама опухоль не убивает организм, убивает продукты ее жизнедеятельности. Вот антисмысловые нуклеотиды, они уже в онкологии используются вовсю. После попыток отправить нашу певиту Самойлову на Евровидение недавно, наверное, все больше знают про спинальную мышечную атрофию такое заболевание. В ходе заболевания гибнут клетки спинного мозга, и они не могут нормально стимулировать мышцы, и за счет этого мышцы атрофируются. И получается вот такая клиническая картина при абсолютно нормальной сохранности когнитивных функций, чувствительности, абсолютно пропадает сила, гибнут мышцы. И при помощи антисмысловых нуклеотидов был создан, на основе антисмысловых нуклеотидов был создан препарат спинраза, который подплывает к ДНК, и там в определенном месте, в момент, когда она раскручивается, блокируется синтез белка, и синтез белка начинается с другого места, со следующего. И за счет этого, вот этого белка, которого мало, его накапливается больше. То есть они производят такую гиперстимуляцию синтеза этого белка. Но, к сожалению, пока этот препарат зарегистрирован только для детских форм, потому что, вот, собственно, у Юлии, по-моему, у Самойлова у нее поздняя форма, относительно мягкая, а есть детские агрессивные формы, летальные. И вот для них это уже доказано, это работает, и можно лечить таких пациентов. Так, ну, теперь к своим баранам. Я работаю в отделении нейрогенетики со всякими нейродегенеративными заболеваниями. Очень модно сейчас называть все подряд эпидемией 21 века. СВИЧ — это чума 21 века, онкология — чума 21 века, ИБС — все на свете. Но вот нейродегенерация тоже считается чумой 21 века. На самом деле это, конечно, не так. Я уже говорила, что мутации идут постоянно, просто они бывают хорошие, а бывают плохие. Естественно, плохие мы ощущаем на себе более остро. Просто мы научились лечить инфаркты и инсульты, и пациенты стали доживать до нейродегенеративных заболеваний, которые в основном дебютируют в пожилом возрасте. Но вот тут я выписала только нервные, только то, что относится к неврологии, только то, что на слуху. Вот этот столбик с числами — это чистота встречаемости. Болезнь Паркинсона — каждый 20-й человек заболеет болезнью Паркинсона. Деменция с тельцами Леви — это Паркинсон плюс тяжелая деменция. Каждый сотый. МСА — лобно-височная деменция, прогрессирующий надяльный паралич — это все варианты Паркинсона с очень тяжелым течением. Это тоже весомо. Боковой амиотрофический склероз или болезнь Стивена Хокинга. Болезнь Гентингтона, которая сейчас на слуху, Харей Гентингтона. То есть это на самом деле пугает. И если, скажем, Паркинсон, Альцгеймер и прочие вещи — это заболевания все-таки старческого возраста, то болезнь Гентингтона, прионы, боковой амиотрофический склероз — это все удел молодых. И действительно, научившись лечить какие-то заболевания, мы немножко изменили ход естественного отбора и сдвинули пул в сторону нейродегенерации. И сейчас этих заболеваний много. Их открывается все больше и больше. Они все генетические. Просто для некоторых заболеваний, например, для Харей Гентингтона, для прогрессирующего надядерного, есть конкретные мутации. Одна мутация — одна болезнь. Для всех остальных этих мутаций тьма. И это еще хуже, потому что если под одну мутацию, как со спинразой, мы можем подобрать лечение, то для этих в принципе нет. Мы выключим один ген, простимулируем другой, но там этих генов 20-30. И не очень понятно, как работать с этим. Почему именно нейродегенеративные? Потому что нейроны, клетки головного мозга, они очень специфические. Все мы знаем, что нейроны не делятся. То есть это так называемые терминальные клетки. У каждой клетки в нашем организме есть свой предел делений. Это зависит от ткани и органа. Клетки, например, половые у мужчин делятся постоянно. Там клетки какие-нибудь, я не знаю, миокарды, они мало делятся, только пока организм растет. У каждой клетки есть свой предел. Одна поделится 10 раз, одна 20 тысяч раз, но у них есть предел. А нейроны не делятся в принципе. То есть когда мозг наш сформировался, все, нейроны больше делиться не будут. За счет чего мозг такой пластичный? За счет деления отростков нервных. То есть у нейрона есть тело и есть отростки. И вот эти отростки на протяжении жизни, они могут ветвиться, плодиться сколько угодно. Это обеспечивает функцию нейропластичности. Они образуют синапсы с соседними нейронами и берут на себя функции погибших нейронов. Поэтому до поры до времени мы не ощущаем того, что нейроны наши не делятся и умирают. Нейроны плюс ко всему клетки очень крупные, потому что вот эти отростки, они могут тянуться от головы до мизинца, грубо говоря, передавая нервный импульс. То есть эти нейроны еще очень легко повредить чисто механически. Тоже поэтому именно нейродегенерация такая выходит на первый план. Нейроны очень энергопотребные, потому что мы очень много думаем, мы посылаем сигнал к мышцам, получаем обратный сигнал от чувствительных органов. Для этого все нужно очень много энергии. Нейроны – самые энергопотребные клетки в нашем организме. Все это обуславливает то, что они очень чувствительные и их очень легко погубить. Вот несколько основных гипотез, которые на сегодняшний день существуют, чтобы объяснить гибель нейронов. Например, в нейроне произошла какая-то мутация, и вместо белка, который в норме растворяется, получается белок, который не растворяется. Он накапливается в нейроне, как снежный ком, как матрица один на другой, и в итоге нейрон просто умирает, не выполняет свою функцию. Если в нормальных, в других клетках вот этот шлак ненужный в момент деления отбрасывается, то у нейронов он остается, потому что они не делятся, и в итоге они, конечно, очень гибнут. Более того, в нейронах делятся, прошу прощения, митохондрии. Метахондрии тоже имеют свою ДНК, так же, как и ядро, только намного меньше. И вот митохондрии как раз – это энергообеспечивающие такие структуры. Они делятся, и в них тоже накапливается очень много мутаций. Но все это приводит к тому, что, конечно, мозг наш очень чувствительный. И нейродегенерация – это такое преждевременное старение мозга. То есть если в норме мозг наш и так, он очень быстро гибнет. Считается, что где-то с 25 лет мозг уже начинает гибнуть. Просто это не сразу видно, потому что, как я уже говорила, отростки ветвятся, и внешне объем сохраняется. Но если посчитать количество нейронов, то они гибнут с 25 лет. Считается, что к 50 годам уже 50% клеточных контактов в головном мозге нет. К 60 годам на 50% снижается синтез вот этого белка в головном мозге. И это при норме у здорового человека. А если есть какие-то мутации, происходит какой-то энерго-дегенеративный процесс, то это вообще катастрофа. Вот это картинки из нашего центра, из лаборатории по анатомии. Вот это мозг молодой, это мозг здоровый. Мы видим, что он такой весь дряблый, борозды у него глубокие, такой он весь некрасивый. И это здоровый мозг, просто старый. А вот это мозг пациента с болезнью Альцгеймера, погибшего. Вот нормальный на срезе, он весь такой полненький, плотненький. И желудочки у него маленькие, он красивый разного цвета, потому что есть серое вещество и белое. А вот это мозг пациента с Альцгеймером. У него атрофия всего. У него огромные желудки, глубокие борозды, худенький мозг. Он как кружево такой весь. И он по структуре такой же, то есть он такой дряблый. На МРТ как это прижизненно можно увидеть. То есть вот эти все черные дыры, это спинальная жидкость, спинномозговая жидкость в норме. Такого быть не должно. Вот на другом срезе. В этом режиме спинальная жидкость светится. То есть все, что белое, заполняется. Это то, где раньше был мозг и погиб. То есть вот это происходит при нейродегенеративных заболеваниях. И сейчас мы как раз очень большие надежды возлагаем на какие-то генные препараты, чтобы как-то с этим бороться. Еще одна эпидемия 21 века. Онкология. Аналогично увеличивается продолжительность жизни и увеличивается заболеваемость онкологии. Плюс онкология молодеет. Здесь приведены общие данные мировые. Вот заболеваемость и смертность. На первом месте рак легкого. Рак простаты и рак груди. То есть это сколько сейчас есть больных и сколько погибает в год от рака легкого. Если по полу раскидать, то у женщин на первом плане выходит легкая и молочная железа, а у мужчин простата и также легкая. Интересным фактом оказалось то, что пациенты, которые заболевают нейродегенеративными заболеваниями, не страдают онкологическими. И наоборот. Понятно, что такая альтернатива или-или не очень хорошо, но это помогает нам задуматься о том, что есть какие-то все-таки защитные механизмы, как от одного, так и от другого. И с этим можно работать. Вот, например, в 2013 году были опубликованы результаты крупнейшего десятилетнего международного исследования, которые регистрировали случаи заболеваемости онкологии в обычной популяции и среди пациентов, страдающих, например, болезнью Альцгеймера. Оказалось, что женщины, которые страдают болезнью Альцгеймера, они практически не заболевают ни раком легкого, ни раком печени, желудочно-кишечного тракта, молочной железы, матки и придатков. Мужчины, страдающие болезнью Альцгеймера, намного реже заболевают раком легкого, поджелудочной. Болезнь Паркинсона, например, защищает от развития рака легкого. Причем, что интересно, было показано, что паркинсонники-курильщики болеют раком легкого реже, чем здоровые некурильщики. Болезнь Гантингтона защищает от всех форм рака, почему-то кроме рака щеки и глотки. Необъяснимо, но факт. Почему это происходит? Очень сложно. Давайте так рассуждать интуитивно. Опять-таки, нейродегенерация, что это гибель клеток, то есть какая-то мутация стимулирует повышенное отмирание клеток. Онкология — это наоборот, это рост клеток. То есть я говорила, что у каждой клетки есть свой предел деления. В случае онкологии клетки опухолевые теряют этот предел деления. Они начинают делиться до бесконечности. Растут, растут, растут и вырабатывают все больше токсинов. То есть это на уровне генов два диаметрально разных механизма. Поэтому, вероятно, мутации, которые вызывают нейродегенерацию, они никак не вызовут онкологию, потому что они защищают от онкологии, они наоборот стимулируют гибель клеток. Мутации, которые вызывают онкологию, они наоборот не дадут погибнуть нервным клеткам, потому что они убирают этот предел деления. Например, гена ПИНК, которая вызывает одну из форм паркинсонизма, показано, что у нее противоопухолевый мощнейший резерв. То есть некоторые механизмы я попробовала создать, чтобы объяснить, почему это происходит. При нейродегенеративных заболеваниях происходит клеточная гибель, в то время как при онкологии наоборот клеточное деление. При нейродегенерации гибнут клетки в головном мозге, которые вырабатывают вещество ацетинхолин. Известно, что ацетинхолин сам по себе стимулирует выброс ростовых факторов. Возможно, поэтому как раз нет ростовых факторов, нет опухоли. При нейродегенерации запускается апоптос клеток, в то время как при онкологии наоборот этот апоптос не происходит. На сегодняшний день, к сожалению, какой-то панацея от онкологии или от нейродегенерации нет, потому что это очень обширная группа заболеваний, что там, что там. Мы знаем, что это генетика, и мы более или менее представляем, как работает наш геном, как работают гены, хромосомы. И это открывает новые горизонты попытки лечения что одного, что другого. Например, у нас в центре сейчас проводится такая работа заболевания спиноцеребулярной атаксии, при которой гибнет мозжечок и спинной мозг. Это приводит к таким симптомам, как нарушение координации движений до такой степени, что люди не могут ходить, они становятся прикованными к инвалидному креслу, просто потому что они встают и падают. Плюс это слабость в ногах, нарушение чувствительности в руках, в ногах. Самое печальное, что при всем этом пациенты когнитивно абсолютно нормально. То есть они понимают свой дефект, они ничего не могут с этим поделать. Это катастрофа. И спиноцеребулярная атаксия, их очень много, и они все молодые. То есть это 20-30 лет. Мы берем биопсию кожи у таких пациентов, выделяем из нее фибробласт. Фибробласт — это клетки соединительной ткани. Дальше это уже тоже давно возможно, и сейчас этому научились мы. Мы эти фибробласты обрабатываем специальными веществами, которые блокируют в них специфические гены фибробластов и активируют общеклеточные. Таким образом мы их фактически отбрасываем назад примерно к уровню стволовой клетки. Ну не совсем, но максимально приближенно. Дальше активируем в ней те гены, которые у фибробластов молчали, а у клеток мужичка наоборот работают. И выращиваем в пробирке клетки мужичка, которые при спиноцеребулярных погибают. Но опять-таки это все естественно на уровне пока экспериментов. Дальше самая большая сложность — это доставить эти клетки именно в мужичок и сделать так, чтобы они там прижились. Потому что иммунный ответ мощнейший, потому что есть гематоэнцефалический барьер, который не дает веществам проникнуть из крови в головной мозг и так далее. Аналогичные работы у нас проводились ранее с болезнью Паркинсона и попыткой внедрить клетки черной субстанции, которые гибнут при Паркинсоне. Ничего не получилось, они не приживаются. С Можичком немножко другая ситуация. Мы там подключили тоже всякие разные институты по всему миру. И очень надеемся, что когда-нибудь из этого что-то получится. То есть я не хотела сегодня вас пугать. Я хотела наоборот провести такой небольшой ликбез и сказать, что не надо бояться ни ГМО, ни вирусов. Но вот на этом я, наверное, закончу. В общем, будем надеяться, что в скором времени мы научимся все лечить. Люди будут жить долго, и у нас не будет новых плохих мутаций. Спасибо за ваше внимание. Если у вас есть вопросы, поднимайте руки, к вам подойдут. Собственно, я подойду. Спасибо. Аня, большое спасибо вам за лекцию. У меня вопрос по поводу того, что в последнее время я часто вижу, уже какие-то результаты исследований, которые говорят о том, что какие-то упражнения, например, изучение стихотворений, заучивание, какие-то упражнения с мелкой моторикой, они помогают от нарушения когнитивных функций уже в пожилом возрасте. Получается, это все не совсем правда, если это все генетические какие-то вопросы. Как вы ответите? Спасибо. Очень хороший вопрос, спасибо вам. Ну, давайте разберемся. Во-первых, деменции их много. Нейродегенерация – это львиная доля деменции, но не все они связаны с дегенерацией. Что-то связано с сосудистой патологией и так далее, с токсической. Есть формы обратимые деменции. Действительно, да, если клетки нервные погибли по той или иной причине, они не восстановятся. Но все вот эти упражнения, тренировка памяти, тренировка моторики, тренировка равновесия, все что угодно, оно стимулирует что? Деление вот этих нервных отростков. То есть те нейроны, которые еще живы, они должны научиться взять на себя функцию соседа погибшего за счет того, чтобы через его труп перетянуться к дальнему и схватить его за ручку. То есть мозг, он очень пластичен, очень. Просто чем раньше мы начнем вот это делать, эту профилактику, тем больше будет исход. Дети, очень много же всяких врожденных нарушений строения головного мозга. Дети могут родиться вообще почти без мозжечка, с крошечным мозжечком, но при этом они будут в двигательном плане намного лучше, чем те, у кого нормальный мозжечок, и там в 30 лет он начал гибнуть почему-то. Потому что дети учатся с нуля, независимо от того, какой у них мозг. И они учатся, и учатся, и учатся просто дольше, но в итоге они научатся ходить и так далее. Тут вопрос времени, усердия, ну и, естественно, вспомогательных средств. То есть есть такие препараты, конечно, которые создают такую благоприятную среду. Вот этот стилхолин, или добавить, или убрать, что-то еще, дофамин при болезни Паркинсона. Но это все только создает вот такую среду, а дальше это тренировка, тренировка, тренировка. Если мы будем двигать руками, то двигательная кора в головном мозге будет активироваться, и нейроны будут учиться брать на себя функции своих соседей. Это надо делать. На самом деле это единственное доказанное, что помогает пациентам с деменцией, это регулярные тренировки. Главная профилактика деменции – это напрягать свою умственную деятельность в течение жизни, быть активным. Доказано, что люди, которые, люди интеллектуальных профессий, они намного реже заболевают всякими вот такими бяками, и если заболевают, то в более позднем возрасте, чем те, кто, не знаю, всю жизнь сидел и играл в компьютерные игры. Ну, условно говоря, есть разные компьютерные игры. Ну, то есть так, тренироваться, да, надо. Здравствуйте. Замечательная акция, спасибо. Вот такой вопрос по поводу того, что нейроны не делятся. Я слышал, читал, что совсем недавно был открыт и доказан нейрогенез у взрослых людей. Хотелось бы спросить, что вы об этом думаете. Спасибо. Да, несколько лет назад действительно было доказано, что в головном мозге есть несколько, три, если я не ошибаюсь, участка в районе желудочков как раз из ствола головного мозга, где есть такие, ну, не совсем стволовые клетки, но как бы такие нервные стволовые клетки. Они делятся, но они не могут восполнить тот пул клеток, которые погибли при нейродегенерации, потому что симптомы нейродегенерации мы ощущаем тогда, когда погибло процентов 70 не менее клеток. И даже если там что-то делится, естественно, этого не хватает. Потом они делятся там, они не особо мигрируют, а погибнуть клетка может где угодно. Да, Аня, можешь рассказать про какие-то передние краи изучения, собственно, генетики? То есть у вас какие-то последние открытия? Ну, сейчас на самом деле генетика уже очень хорошо изучена, сейчас особую популярность приобретает так называемая эпигенетика, то есть механизмы наследственности, которые обеспечиваются не последовательностью нуклеотидов в ДНК, а именно вот упаковкой самой ДНК пространственной, то есть не качественным каким-то составом, а вот пространственной упаковкой, например, бывает так, что совершенно нормальная последовательность, но почему-то все равно возникает заболевание. Это происходит потому, что какой-то участок хромосомы, какой-то участок ДНК свернулся в петельку, на него сверху сел какой-нибудь фермент, произвел там метилирование, и этот участок весь не работает, например. То есть сейчас активно занимаются этим, потому что это также можно поставить на анализ, также выявлять вот эти нарушения, и это как раз проще лечить, чем вот такие классические мутации. А CRISPR-Cas9, про него можешь рассказать? Собственно, методика редактирования генома. Опять-таки, это все работает очень хорошо ин витро, но это все очень сложно сделать на живом организме. Я не могу… Расскажи просто, что это такое, потому что, я думаю, не все знают. Ну, собственно, редактирование генома – это редактирование генома, то есть при использовании каких-то вспомогательных средств, ну, там, будь то вирус или что-то еще, мы вносим извне какой-то участок, который меняет последовательность нуклеотидов в конкретном данном гене, в надежде, что в итоге у нас станет полноценный, нормальный, правильный геном, ген и геном, и организм станет нормально функционировать. Вот именно тонкости методологических, как это делается и как это дальше внедрить в человека, я этого вам рассказать не могу. Это молекулярные биологи этим занимаются. Ну, грубо, вот так, наверное. Может, есть кто-то, кто даже лучше меня это знает. Вроде как должен был быть проведен эксперимент реальный на человеке по редактированию генома. Это был мужчина, к сожалению, точно не вспомню, что у него было за заболевание, но было неврологическим, и вроде как с помощью вот этих вот вирусов должны были с помощью магнита привести в нужное место те самые вирусы, которые изменят его ДНК так, что он сможет вести нормальную жизнь. До этого было невозможно, я что-то, по-моему, с кожей было, не помню точно. Хотела узнать, знаете ли вы про результаты? Это был где-то месяц, может быть, два назад я читала. И вопрос второй по этой же теме. Допустим, если человеку провели эту операцию по редактированию генома, допустим, это возможно, что передастся его наследству? Это известно? Или тоже может произойти какая-то мутация, и неизвестно, что будет у его потомства? Спасибо. Значит, конкретно про этот случай я не знаю. Я думаю, что, скорее всего, там тоже были или антисмысловые нуклеотиды, которые блокировали какой-то фермент. Ну или, может быть, они действительно как-то научились встроить вот этот вирусный фрагмент, и чтобы он не отторгся. Ну вот я могу сказать, у нас тоже проводились, много проводится до сих пор, много таких же исследований при боковом амиотрофическом склерозе, когда мы мышцы обкалываем вот этими генными препаратами, чтобы произвести, в надежде, что они как-то встроятся в геном, и произойдет вот это редактирование, и поломанный участок заменится нормальным. Я не очень представляю, как это можно сделать в условиях такого крупного организма, как человек, потому что во всех клетках одинаковый набор, одинаковая ДНК. Мы поменяем это конкретно здесь, но, во-первых, то, что погибло, уже погибло, и не восстановится, а, во-вторых, в других клетках все равно останется неисправленный геном. А ребенку передастся то, что в половых клетках, а половые клетки, скорее всего, у него останутся с неисправленным геномом. То есть если предположить, что можно отредактировать геном на уровне эмбриона, чтобы потом из какого-то минимального числа зародышевых клеток получился уже человек, у которого во всех клетках отредактированный геном, тогда и детям передастся отредактированный. А если мы производим попытку редактирования в мышцах, в коже, или, я не знаю, что за заболевание, то в половых клетках все равно останется все так, как было. Вот, собственно, про редактирование генома. Вот, собственно, месяц назад как раз была новость про, правда, мальчика, у которого была проблема, так скажем, болезнь бабочки, называемая. То есть исключительно ранимая кожа, любое касание могло вызывать, собственно, язвы и прочее. И ему взяли гены, собственно, его кожи, избавили с помощью генредактирования генома, собственно, этот недуг хронический, и выращивали, собственно, участки кожи, избавленные от этой болезни, и делали ему пересадки вместо того, чтобы он умирать. Умирал, он уходит в школу, играет в футбол. То есть в этом плане все неплохо. Спасибо большое за лекцию еще раз. Вот, любой организм, он происходит с одной клетки. Возможно ли, и ряд заболеваний, они, получается, предрасположены в генотипе. Возможно ли как-то на уровне зиготы проводить изменения в генотипе, чтобы в дальнейшем, ну, допустим, какой-то участок гена, который несет предрасположенность к какой-то болезни, его изменять, и в дальнейшем уже получался организм без этой предрасположенности. И были ли какие-то исследования на эту тему уже проведены? На самом деле, все, что касается эмбриона, там, ИКО и так далее, это все очень-очень деликатный вопрос и очень ограниченное исследование в этой области. Можно на уровне яйцеклетки и сперматозоида выявить, есть ли у родителей мутации. Намного проще забрать яйцеклетку и сперматозоид, несколько, взять здоровые, их обладотворить, и этот эмбрион имплантировать матери и знать, что будет здоровый ребенок. Риск забора эмбриона, неважно на уровне, как технология позволит, на уровне каких клеток, поменять в нем геном и имплантировать обратно, даже если предположить, что технологически это будет возможно, что еще невозможно. Риск прерывания беременности в этом случае настолько велик, что намного проще было бы сделать это заранее. Есть случаи, когда, например, для спиноцеребулярной атаксии это актуально, но для молодых каких-то форм, когда бывает так, что женщина уже больна, или супруг уже болен, и они вот сейчас хотят завести ребенка. Вот в таком случае мы им рекомендуем прибегать именно к ЭКО, потому что бывает так, что они сначала, например, зачинают ребенка, а потом проявляют симптомы болезни в момент беременности. Ну или просто сначала зачали, потом подумали. И они приходят, им делают амнионсинтез, и оказывается, что зародыш несет мутацию, и что к 30 годам он так же заболеет, и к 40 так же умрет. И тут это очень этически все нелегко. Говорить, не говорить такую информацию, прерывать беременность, не прерывать. Поэтому все, что касается этой области, это все очень-очень мало изучено. Технологически забрать несколько клеток и поменять в них геном, ну, наверное, возможно, но с человеком никто такого делать не будет. Добрый вечер. Спасибо за лекцию. У меня вот два небольших вопроса. Первый у вас, когда там был слайд по синтезу белка, я правильно понимаю, что изначально МРНК выходит в пространство не межклеточное, а внутриклеточное, да, и там с помощью рибосомы уже подбираются комплементарные нуклеотиды, да? И вот таким образом собирается белок. А вот эти сами нуклеотиды, они плавают в межклеточном пространстве или внутриклеточном? Значит, смотрите, есть ядро. В ядре есть ДНК и нуклеотиды. Из нуклеотидов синтезируется матричная ДНК. Да, они плавают здесь. Когда матричная РНК готова, она выходит из ядра в цитоплазму. Это все внутри клетки. Тут уже плавают аминокислоты. И дальше в соответствии с этими нуклеотидами аминокислоты соединяются в цепочечку, и получается белок. Белок получается внутри цитоплазма. Вот он, желтенький червяк. Да, то есть тут нуклеотиды, тут аминокислоты. Просто собирается, да, как пазл? Да, да, но тут, конечно, все сложнее. Вот видите, такие клеверообразные РНК. Это другой тип РНК, который ловит аминокислоту нужную и приводит вот сюда к рибосоме, чтобы она подошла вот этим нуклеотидам. Но, в принципе, да, то есть это как молния. Эта собачка не проедет дальше, пока не подойдет нужная аминокислота к нужным нуклеотидам. И дальше они выстраиваются в длинную цепь. И это называется первичная структура ДНК. И дальше эта цепь уже может скручиваться как угодно во вторичные третичные структуры. А не может быть такого, что, допустим, аминокислоты какой-то не будет просто? Ну, может. Может быть такое. Но это тоже, грубо говоря, мутация будет. Это нарушение синтеза белка. В принципе, нет, вот эти аминокислоты, которые тут свободно плавают, они в клетке должны быть. За это отвечают определенные группы ферментов и так далее, которые это здесь обеспечивают. В тех клетках, в которых идет синтез белка, в принципе, все вот эти 20 аминокислот в высокой концентрации есть. Сложность может быть наоборот, если тут какая-нибудь последовательность вот этих нуклеотидов, которые не соответствуют никакой аминокислоте. Это называется стопкодон. Произошла мутация, вместо аминокислоты образовался такой стопкодон, знак припинания. И рибосома уходит, и белок не синтезировался, например. Бат, все, нет белка, имеем проявление заболевания. Понятно, спасибо. И второй точняющий вопрос. Когда хромосомы показывают, как буква Х, правильно понимать, что это две хромосомы, а не одна? Одна. Вот Х одна, да, именно? Понятно, спасибо. Спасибо большое за лекцию. Можно, пожалуйста, слайд с причиной, точнее, с факторами, способствующими гибели нейронов? Я не умею быстро листать, извините. Вот, этот? Вот, да. Повышенная пролиферация глиальных клеток. Как она влияет на гибель нейронов? Ну, глия – это вообще очень непонятное такое образование, которое окружает нейроны. Если где-то в голове гибнет нейрон, банально, как рубец, на этом месте соединительной ткани начинают пролиферироваться глия. Она подавливает, она создает рубцы, она не дает нейронам между собой взаимодействовать. Она выделяет кучу веществ, которые опосредуют так называемое асептическое воспаление. То есть нет инфекционного агента, но есть воспалительный ответ. Это микроглиальное воспаление называется. И это не дает нейронам тоже нормально свои отростки образовывать, соединяться со своими соседями. Спасибо. На пальцах. Еще вопрос. Здравствуйте, спасибо за лекцию. Мой вопрос хотел бы вас уточнить сейчас. Насколько я знаю, стоимость расшифровки генома, она сильно просела. Сейчас составляет порядка 10 тысяч долларов. Несколько американских компаний могут расшифровать геном человека. Можете сказать, имеет ли это какое-то практическое значение? Пользу. Спасибо. Поняла ваш вопрос. Действительно, сейчас это возможно, и это начинает даже рекламироваться. Есть несколько вариантов. Есть полногеномное секвенирование, когда возможно расшифровать весь геном. Есть полноэкзомное секвенирование, когда секвенируют только те участки ДНК, которые несут какую-то информацию. Это стоит значительно дешевле. Вопрос стоит ли, это вопрос дискутабельный. Если человек футалист, и он понимает, что он умрет, и ему неважно от чего, нет. Если человек зациклен на чем-то, и он боится, что он умрет от какой-то страшной генетической болячки, это можно сделать. А дальше вопрос, что он будет с этим делать. Выйдет в окно или будет пытаться как-то лечиться или еще что-то. Другая ситуация, когда мы имеем клинику явно генетического заболевания. Например, мы прослеживаем в ряду поколений какой-то тип наследования, грубо говоря. Там был у дедушки, у отца, у брата и вот у пациента. Но мы никак не можем это уложить в рамки известных на сегодняшний день заболеваний. Но мы чувствуем, что это генетика. И, например, это могло бы нам помочь, но если не вылечить этого пациента, то помочь ему, например, родить здоровых детей или что-то такое. В таком случае мы иногда прибегаем к секвенированию, так называемое NGS, секвенирование нового поколения. Когда, естественно, не весь геном. Весь геном это очень-очень долго и не нужно. Есть панели, которые собирают в себе сотни генов, примерно сформированных по тематике, грубо говоря. Там нейродегенерация или, не знаю, какая-то проблема с печенью или еще что-то. И пациент направляется на такую панель с диагностической целью. То есть производится секвенирование всех вот этих генов. И дальше смотрится, есть там какая-то мутация или нет. Обязательно для этого анализа нужен пациент и родственник. Чтобы сравнить с кем-то. Может быть, эта мутация не патогенная. Может быть, она есть у них у всех в поколении, например. То есть с диагностической целью – да. Я считаю, что да, нужно. С целью просто любопытства – нет. Но это личное решение каждого человека. Вот, как пример, у меня знакомый, который работает в Европейском космическом агентстве, недавно сделал пост. Он сделал, собственно, анализ своего генома. И там исследовалась достаточно популярная сейчас вещь, когда по предкам ищут, откуда происхождение, каких генов больше – европейских, азиатских и прочее. Оказалось, что у него в Америке есть, как сказать, сестра от одного отца. При этом человеку уже 40 лет, он про это в жизни не знал. Вот в 40 лет сестру обнаружил. Давайте вопросы. Спасибо за лекцию. Я хочу продолжить вопрос, который задал молодой человек по поводу анализа ДНК. Сейчас есть предложение на рынке по анализу ДНК на предмет предисположенности ребенка к различным видам спорта. Насколько это соответствует современной реальности? Ну, вероятнее всего, они смотрят гены, которые отвечают, скажем, за, ну так, условно, белки выносливости, белки силы и так далее. Да, наверное, это какой-то выход будет иметь, но опять-таки это же все зависит еще от желания ребенка и так далее. Да, гипотетически какое-то зерно рациональное в этом есть. Там также набор генов, они, естественно, не смотрят весь ген, они смотрят там, весь геном, они смотрят там, скажем, 10-20 генов, которые отвечают там за какие-нибудь мышечные белки, за белки-переносчики кислорода, клеточное дыхание. Ну, вот такие вещи. И в зависимости от этого они, я так думаю, говорят, что либо это будет спринтер, либо там что-то такое. Ну, то есть это, естественно, не стопроцентная информация, потому что очень мало генов, которые обосредуют конкретный признак, ген-признак. В основном ген, он какую-то предрасположенность именно обеспечивает. Ну, да, можно. Признательна вам за лекцию, спасибо. Скажите, а вот пересадка органов, как здесь влияние ДНК одного человека, а пересаживает орган другого человека? Спасибо за вопрос. Когда пересаживают орган какой-то, естественно, в первую очередь боятся даже не воздействия генетического материала, боятся иммунного ответа, потому что помимо генетического материала, чужой орган несет очень много чужих белков, которые вызывают реакции отторжения. Поэтому, когда пересаживается, трансплантируется орган, человек пожизненно получает иммуносупрессивную терапию, которая очень сильно убивает иммунитет для того, чтобы чужой орган не отторгся. А дальше это зависит от того, какой орган. Например, печень, кусок печени, если пересаживается, то она действительно делится, растет, и чужая ДНК функционирует, просто в печени будет чужая ДНК, а в остальном организме будет твоя. А есть органы, которые не делятся, они пересаживаются и остаются такими сердцем, например. Как пересадили, так оно и будет. Вокруг все будет работать и делиться, и прорастать сосуды и нервы к этому сердцу. Это будет за счет ДНК хозяина, а само сердце будет чужим. Но это никак не влияет на приживаемость или неприживаемость органа. Еще вопросы? Ну и если вопросов больше нет, давайте поблагодарим Анну Мороз. Надеемся, что вам понравилось. Сначала, во-первых, спасибо большое за Ряди, за то, что предоставляет нам эту прекрасную аудиторию со всеми ее технологическими решениями. Спасибо еще раз Ане за прекрасный лек. Спасибо вам за то, что вы сегодня пришли. Маленькое объявление. 21 числа у нас будет в это же время в 19.00 лекция здесь же про нейроинтерфейсы, про то, как манипулируют силой мысли и так далее, или как, наоборот, воздействуют на мозг. И еще одно объявление. У Курилки Гутенберга сейчас вышла серия научно-популярной литературы библиотеки Гутенберга про там две книжки «Химия просто» и «Любительская астрономия». Это очень интересно. В общем, если загуглите, я надеюсь, что вам понравится. Это маленькая реклама такая была. Спасибо, что пришли. Спасибо. Спасибо.